Что мешает и как мы можем их, эти помехи, устранить для того, чтобы продукция местных производителей попала на рынки Мирненского и Ленского районов. Участники «Круглого стола» говорили о проблемах сбыта местной продукции в регионе. Их оказалось немало. По мнению сельхозпроизводителей, эффективным решением станет создание агрокластера – единого центра заготовки, переработки, хранения и транспортировки свежей продукции. Такие проблемы каждый год возникают. Поэтому, как на площадке госсобрания «Утумен», мы сегодня уже ближе к людям, которые выращивают эту продукцию. Мы хотели бы именно не пограниться в целом республике, а именно в таком промышленном районе, так называемой в Алматной провинции, все-таки попытаться в какой-то мере решить и заложить, наверное, новое дыхание, что ли, к решению этой проблемы. В праздник изобилия открыло красочное шествие в национальных костюмах. Роскошные наряды мастерицы шили сами. Они пригласили всех желающих в хоровод дружбы, посох и мира. На городском рынке «Ювелины» небывалый ажиотаж. Продукцию из Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйских улусов и города Якутска раскупили за несколько часов. Жителей порадовал богатый ассортимент и, самое главное, приемлемые цены. Натуральные продукты. Масло сливочное, сметана. Молока мне не досталось, потому что поздно пришло, уже все разобрали. А в это время во Дворце культуры «Алмаз» мастерицы делились секретами национальных ремесел и показывали готовые изделия. Мастер-классы по бисероплитению, по шитью, по вышивке, по игре на конусе, по выкройке национальных костюмов. Людей очень интересует нашей работой. Заключительной частью праздника изобилия стал концерт с участием народных талантов Алмазной провинции. Он прошел в актовом зале Политехнического института. Организатор выставки-ярмарки «Байдам-2017» Мария Христофорова поблагодарила всех участников и вручила благодарственные письма. Руководству вашему огромное благодарность. Вы разрешите вам благодарственные письма вручки. Байдам-2017 продолжился и на второй день. Народ на ярмарке долго не расходился. Люди покупали свежую продукцию по доступной цене, пробовали себя в творчестве и участвовали в мастер-классах.